Здравствуйте, вы на канале новости БП. Разбитые окна ворота машины. Так сейчас выглядит Пиджим после событий в ночь с 27 на 28 октября. Поселок Пиджим находится примерно в четырех часах езды от Алматы. Здесь проживает свыше 12 тысяч человек, 7 тысяч из которых казахи и 5 тысяч уйгуры. Слово Пиджим с уйгурского языка означает главный поселок. Дело в том, что поселение всегда было центром союза выращивающего кукурузу. Почти в каждом дворе сушится кукуруза. Сейчас в селе можно увидеть разбитые окна домов. Все произошло недалеко от местного окемата и здания полиции. Толпа также разрушила некоторые ограждения. Одному из жителей Пиджима выбили железные ворота. Он самостоятельно восстанавливает забор. В начале была толпа вечером, они никого не трогали. Но потом где-то к часу ночи здесь началась активность. Приехали из других аулов, ходили кидали камни. Я думала, что мой дом наверное не будут трогать, я же казашка. Я думаю, что была неправильная агитация, недопонимание о том, что пострадал ребенок. Ребенок получил увечья, но нужно с умом, с пониманием относиться к произошедшему. Из-за того, что спокойно не отнеслись, сколько окон разбили, скольким семьям нанесен ущерб. Приходили замеряли окна, обещали починить, рассказала очевидец Айгуль Карашова. Все началось с драки в школе имени Абдуллы Розыбакиева. Около 30 детей устроили массовую драку во дворе учебного заведения. Школа продолжает работать в обычном режиме. Директор отказалась от комментариев. Как сообщил Аким Панфиловского района Алматинской области Талгат Амиралиев, школьники повздорили на перемене, а после побежали выяснять отношения на улице. На перемене друг друга толкнули, хотели выяснить отношения и выбежали на улицу, это длилось минуту всего, потом их разняли, все это видели. Мальчик упал ударился головой. Мы посетили его, мысли в порядке, руки-ноги двигаются, но ему нужна реабилитация. Правоохранительные органы сейчас разбираются будут ли возбуждать уголовные дела. В основном были разбитые стекла. Три бригады работают за счет наших бизнесменов, все восстанавливают. Я думаю, что не будет большая сумма. Я бы назвал это хулиганскими действиями, кто-то хотел списать это на межнациональную рознь. Мы убедились, что межнационального конфликта здесь нет. Жители поселка давно живут в мире, рассказал Талгат Амиралиев. Пострадавший мальчик-казах Позже Аким заявил, что был и второй пострадавший, 53-летний мужчина, по национальности уйгур. Очевидец Алжан Самраев рассказал, что знаком со вторым пострадавшим. По его словам, они вместе работали на полях. Все знаем друг друга. Такой же, как и все мы, землей занимается. Мы сами дома находились. Сразу по следам выезжали, проверяли, живы ли, здоровы ли, ранен ли, таких не было. Там, где я живу, было все тихо. Потом позвонили ребята, выехали на место, выяснили, что ходят хулиганы, бьют окна. В селе у нас всегда была тихая и спокойная обстановка. Бок о бок живем. На свадьбах вместе, на поминках вместе, на полях работаем вместе, выращиваем кукурузу. До этого дня никогда не было таких проблем. У нас даже нет плохих мыслей. Главное для нас накормить детей и вырастить кукурузу, рассказал член сельского окружного органа самоуправления Алжан Самраев. Ранее в Ассамблее народа Казахстана заявили, что отдельные подростки и молодые люди на эмоциях, под влиянием провокаторов камнями разбили стекла в некоторых частных домах и автомашинах. По словам официального представителя Анг Майи Бегбаевой, конфликтов и столкновений между сельчанами на межэтнической почве нет, не было и не будет. Она отметила, что местные жители и казахи-уйгуры много лет живут вместе, являются друзьями и соседями.